Одно из самых популярных направлений конного спорта это конкур. Наездник на лошади проходит маршруты, преодолевая серьезные препятствия. Судьями оцениваются как скорость прохождения маршрута, так и частота преодоления препятствий. Умение всадника сотрудничать с лошадью. С подробностями мои коллеги. Очередной этап открытого первенства Славянского района по конкуру «Золотая подкова» состоялся на территории спортивной школы Олимпийского резерва «Изумруд». Спортсмены из Славянского, Красноармейского и Тимошевского районов приняли участие в этих престижных соревнованиях, которые уже стали традиционными. Ветер, который разыгрался не на шутку, все же не помешал всадникам проявить свои лучшие качества. Соревнования начались с минимальной высоты препятствий – 90 сантиметров. Эта высота не могла не покориться Ивану Дычко на лошади по кличке Аргентина. Он же был вторым на метровых барьерах. А лидером там стал опытный Виктор Горобей из станицы Старо-Нижестебливской Красноармейского района. Повезло. Удача на нашей стороне. А так проводим тут постоянно соревнования, все съезжаются, все нормально. Готовились? Готовились, готовились, да. Постоянно готовимся, работать, работать и работать. Каждый день надо. Виктор очень любит конный спорт и долгие годы отдает ему много своего времени. А вот Сергей Рындин из Тимошевского района занимается не так давно, но уже добился реальных успехов. Он, выступая на двух разных лошадях, завоевал золото и серебро на максимальной высоте препятствий – 110 сантиметров. У каждого не сразу все получается, но в принципе я занимаюсь 4 года, я думаю, это уже хороший результат. Лошади подходили стабильно, тренировки ежедневные и, судя по результату, получилось неплохо. Зрители поддерживали спортсменов аплодисментами благодаря за удачные выступления. Золотая подкова завоевала авторитет на Кубани. И у соревнований еще есть возможности для развития. Всем все понравилось и люди, я уверена, будут к нам приезжать и с большой радостью, и как можно больше будут брать участников с собой, как и спортивных пар, так и зрителей, так и тренеров. И не только, как говорится, конники будут к нам приезжать, но и сами люди, именно наши горожане, наши славицы будут приходить. Призеры и победители золотой подковы были награждены кубками, грамотами и медалями. И, воодушевленные, они приступят к тренировкам, чтобы в будущем еще больше нарастить свое мастерство. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События». Георгий Калинин, программа «События». Георгий Калинин, программа «События».